Имея всего лишь 100 рублей, ты легко можешь умножить своё состояние. Делай ставку, устанавливай автоснятие и забирай вовремя выигрыш, умножив его на растущий коэффициент. На сайте тебя ждёт несколько видов игр, моментальный вывод на все платёжные системы делают твой заработок быстрым и надёжным, а отзывы реальных игроков не оставят ни капли сомнения. Регистрируйся прямо сейчас и получай до 5000 рублей на счёт! Ап Икс, игровая платформа твоей финансовой независимости. Слова бога смерти сильно задели Наруто. Он уже давно не проявлял эмоции, а тут с его лица начали капать слёзы. Остановившись посреди дороги, он развернулся и сказал, что если старик расскажет ему всё без утайки, то возможно Узумаки согласится стать убийцей демонов. Смерть понимал, что на людях Наруто не должен его так называть, поэтому он назвал ему своё выдуманное имя – Азраил. Вновь пригласив паренька в свой дом, мужчина начал свой рассказ. Целых два часа он объяснял Наруто, кто такие демоны и почему Каноха так сильно изменилась. Внимательно выслушав Азраила, мальчик согласился обучаться у него. Ведь он узнал, что его родители когда-то тоже были убийцами демонов. И парень должен почтить их память и продолжить их дело. Однако у него было своё условие. В Канохе должно исчезнуть всё то, что связано с его родителями. Будь это хоть самые важные секреты деревни, всё нужно уничтожить. Первым делом бог смерти пояснил мальцу, что из-за того, что он ел демонов, он стал не совсем обычным человеком. И в этом его преимущество. Наруто сможет выдержать любой средний урон, нанесённый ими. Однако его всё равно можно ранить. После всех объяснений, касающихся тела Узумаки, Азраил поведал мальчику особенность его происхождения. Парень способен использовать все пять стихий, а также стиль демонов. Однако его он может использовать в критическом случае. Ведь иначе мальчик начнёт терять все свои эмоции и будет становиться всё больше похожим на демона. Ну, думаю с теорией мы закончили. Осталось научить тебя всему, что я знаю. Для начала ты научишься использовать стили разных стихий. Потом научишься комбинировать их. Параллельно этому я буду развивать твою скорость. Ну и напоследок ты выучишь мой собственный стиль. У него всего две формы. Первая – это отражение. Ты сможешь отразить все атаки, направленные на тебя, обратно в противника. Неважно, насколько она мощная, отразится всё, что угодно. Вторая – это поглощение. Ты сможешь поглотить любую атаку и за счёт этого восстановить свои силы. Однако, у этих приёмов есть лимитное использование. Не больше пяти раз в день. Иначе лишишься всех своих сил и будешь валяться, как мёртвые две недели. Понятно. Судя по тому, что я услышал, ты являешься сильнейшим в этом мире. И раз ты истребляешь демонов, значит ты хороший человек. Почему тогда ты просто не уничтожишь Каноху и всех, кто использует кровь демонов? В твоих словах есть смысл. Однако, не всё так просто. Без доказательств, такие как мы, ничего не сможем сделать. Безусловно, я могу убить всех и всё закончится. Но я решил жить как обычный человек и подчиняться обычным правилам. Но это не значит, что я буду стоять в стороне. У нас с тобой есть ровно четыре года до нового набора убийц и демонов. Всё это время я буду тренировать тебя, а потом отправлюсь вместе с тобой. Мой знакомый у Рокодаки тоже взял себе нового ученика. Поэтому, возможно, за время твоих тренировок мы пересечёмся. Ну, довольны этой болтовни. Пора начать твоё обучение. Тренировки Наруто к становлению убийцы демонов начались. Тем временем, в Канохе ситуация становилась всё хуже и хуже. Хирузен Сарутоби всё сильнее и сильнее поддавался влиянию демонической крови. Он даже приказал членам Ангу втайне похищать младенцев для экспериментов. А Сакура и Саски успешно прошли операцию по увеличению своей силы. Им была дана кровь особых демонов. Их называли 12 демонических лун. На следующий день Саски решил проверить свои силы. Поэтому он отправился на тренировочное поле. Придя туда, он призвал огромных демонов и сразился с ними. Его сила внушала страх. Всего за секунду он лишил демонов всех конечностей. А потом начал пить их кровь. Парень быстро догадался, что кровь каждого демона повышает его силу и даёт нереальную мощь. Мальчишку уже давно не волновали всякие мелочи по типу любовь или дружба. Ведь когда ему было 6 лет, третьи Хакаги вместе с главой корня Анбу соблазнили мальца силой. И ради этой силы он даже был не против пожертвовать собственным кланом. Когда резня клана закончилась, мальчик стоял над трупами своих родных и смеялся как настоящий дьявол. Ему было плевать даже на своего старшего брата, которого он так сильно любил. Вырвав его глаза, он забрал их себе. А тела своих матери и отца отдал на исследование учёным Канохи. Хирузен знал, что этот парень рано или поздно станет его секретным оружием против других стран. Поэтому он обеспечил мальчика всем, чем только можно. Та любовь и забота, которой должна была достаться Наруто, досталась Учихи. На следующий день Хирузен утвердил новые правила в деревне. Команда 7 официально стала его помощниками. Им было позволено всё, вплоть до убийств тех, кто их ослушается. Воспользовавшись своим положением, Сакура убила свою бывшую лучшую подругу, Инна Яманако. А причиной этому стала её любовь к Саске. Розоволосая знала о чувствах Яманако к Учихи, поэтому избавилась от проблемы, которая могла возникнуть в будущем. Также она силой заставила семью Яманако прислуживать ей. Тем временем, Мучиха совсем сошёл с ума. Он приказал своим подчинённым принести все записи о техниках четвёртого Хакаги. Ведь Саске было мало просто убить Наруто. Он хотел заполучить всё то, что принадлежало семье Узумаки. Какаши, в свою очередь, забавлялся с обычными шиноби в своей деревне. Каждый, кто не проходил его тест, был убит. И как ни странно, но всех устраивало такое положение дел. Ведь им внушили, что без страха жизни не будет. А раз появилась команда семь, то в Канохе наступит мир и порядок. Таким образом, уже через год, в Канохе не осталось ни одного человека, который мог бы бросить вызов этим тиранам. А те, кто осмелился это сделать, был жестоко убит. Тем временем, Наруто наконец-то научился идеально использовать и комбинировать все стихии. В очередной день тренировок, Азараил сказал, что им с Наруто нужно сходить к Уракодаке. Так как у того и сделок учителю Узумаки. Придя к этому старику домой, Наруто сразу же удивился. Ведь там была девочка, от которой сходила демоническая аура. Успокойся, Наруто. За этим мы и пришли сюда. Я хотел тебе показать эту девчонку. Зачем? Она же демон. Это не совсем так. Она была обращена в демона, но она не похожа на них. Как это понимать? Подойди к ней, и ты сам все узнаешь. Прикоснувшись к Незуко, Наруто почувствовал в ней борьбу между демонами и человеком. Девочка сопротивлялась демоническим инстинктам. Для него это стало чем-то новым. Ведь он впервые видит, чтобы кто-то мог противостоять этому. Через пару минут Узумаки спросил, почему она здесь. Урокодаки ответил, что она пришла вместе со своим братом. Старик в красной маске рассказал, что их семью убил тот, кто управляет всеми демонами. После этого разговора, Наруто сжал кулаки. Ведь он знал, что речь идет именно о том человеке, что убил его мать и отца. Осмотрев Незуко, Азараил сказал, что Урокодаки делать. После чего, они с Наруто отправились к себе домой. Выйдя наружу, Узумаки наткнулся на Танжиро. Наруто понимал, что их ситуации похожи, поэтому он быстро нашел с ним общий язык. И они даже смогли подружиться. Они договорились встретиться через 4 года на экзамене убийц демонов. Однако, Бог Смерти сказал, что Узумаки не будет его проходить. Два мальчика немного задумались, но Азараил сказал, что это все очень сложно объяснить. Но волноваться им нечем. Попрощавшись с Танжиро, Наруто отправился на свои тренировки. Ровно 4 года Узумаки изучал все то, что умел Бог Смерти. И наконец, время пришло. Уже завтра он отправится к месту, где собираются все убийцы демонов. На следующий день Азараил и Наруто уже были на полпути к месту встречи. Неожиданно, они встретили Уракодаки, который также направлялся к этому месту. Блондин спросил у старика, где Танжиро и его сестра. На что Уракодаки ответил, что прямо сейчас он проходит тот самый экзамен, о котором они разговаривали 4 года назад. Также, Наруто вспомнил, что у него все еще нет катаны. Однако, Азараил сказал, что его клинок уже как два года ждет его в поместье убийц демонов. Узумаки будут единственные, у кого будет особенный клинок. Всю дорогу мальчик думал, что это за особая катана такая. Из-за своих размышлений он не заметил, как они пришли к месту встречи. Там было довольно мало народу, но позже пришли они. Столпы, сильнейшие убийцы демонов. Через пару часов пришли новички, которые проходили экзамен. На удивление Наруто, их было всего четверо. Одним из них был Танжиро. Поздоровавшийся своим другом, Узумаки спросил, сложным ли было испытание. На что Танжиро скорчил пугающее лицо и сказал, лучше бы ему об этом не знать. Когда все собрались вместе, появился он. Кагая Убаяшики. Однако, он сказал, чтобы все называли его Аяката Сама. Поприветствовав новичков, он поздравил их с официальным вступлением в ряды убийц демонов. Также, он подметил, что из-за некоторых обстоятельств, некоторые новички будут работать в паре с одним из толпов. Многие смутились такому раскладу вещей. Однако, Аяката пояснил, что среди них теперь есть бывший шиноби, от которого избавилась родная деревня. Но по счастливым обстоятельствам, мальчик выжил и стал убийцей демонов. Ой, Аяката Сама, к нам и раньше приходили шиноби. Почему именно сейчас вы решили создать команды? Дело в том, что этот мальчик, ребенок двух бывших столпов, которые покинули нас 18 лет назад, и вновь стали шиноби. Минуточку, вы говорите о Минато Сане и Кушенисаме? Верно, у нас со скрытыми деревнями был договор. Они не имеют права убивать наших людей, даже если они уже не убийцы демонов, а также не имеют права трогать их детей. Если они им не нужны, они должны были связаться с нами и отдать их под нашу опеку. Однако, Каноха нарушил этот договор, и я хочу знать почему. Услышав эти слова, все столпы начали осматриваться и искать ребенка Минато и Кушены. Однако, из-за того, что цвет волос Наруто больше не блондинистый, они его не нашли. Аяката попросил подойти людей, чьи имена он назовет. Первым был Танжиро, вторым Зеницу, третьим Миноски, а четвертым стал Наруто. После чего он сказал, что они будут в одной команде с Тамиокой. Когда весь шум успокоился, Аяката сказал, чтобы все столпы и эти четверо прошлись за ним. Он отвел их в комнату, где их уже ждал бог смерти и урокодаки. Когда Тамиок присмотрелся к Наруто, он понял, что это сын Минато и Кушены. Так как у мальчика были глаза его отца, а черты лица чем-то напоминали его мать. Усадив всех по местам, Аяката объяснила, что с этого момента остальные столпы будут работать в команде с Азраилом и урокодаки. Я чувствую, что ты хочешь задать мне пару вопросов, Наруто. Да, ну задам их в другой раз. Ну что же, тогда пожалуй начнем. Азраил уже рассказал мне о твоей нынешней цели, но сделать это будет не так-то просто. За эти пять лет Каноха сильно изменилась. Проникнуть туда и статься живым будет непросто. Я это знаю, однако если этого не сделать, то кто знает, что они могут сделать с записями отца. К тому же, из рассказа учителя, я понял, что отец совмещал приемы убийц демонов и техники шиноби. Одна из этих техник меня заинтересовала. Не то, чтобы она мне необходима, а просто если эти черви ее смогут выучить, будет досадно. Когда Наруто сказал свою речь, все ненадолго задумались. После чего, Томиоко сказал, что речь скорее всего идет о печати бога грома. Техники телепортации, которую создал второй Хакаги, Аминато ее усовершенствовал. Когда Узумаки спросил, откуда он это знает, Томиоко ответил, что был учеником его отца и видел этот прием в действии. Смотря на Наруто, шиноба улыбалась, после чего сказала, что он очень миленький. После этой фразы Узумаки немного смутился и отвернулся. Все тут же посмеялись, однако их смех прервал Израил и сказал, что пора бы уже начинать действовать. Закончив со всеми разговорами, Аякат отправил Томиоку и его команду в Каноху. Однако он направил их по пути, который займет неделю, а то и больше. Получив свое месячное пособие, Узумаки удивился, так как эта сумма в 4 раза превышала ту сумму, которую он получал в Канохе. Томиоко сказал, что пока они идут, им нужно будет познакомиться и как можно больше узнать друг о друге, так как теперь они команда. Тем временем, Хирузен отправил команду 7 на задание, а также предоставил нового члена команды 7, Хьюго Нэджи, который также прошел операцию по увеличению силы с помощью демонической крови. Их заданием было вырезать небольшую деревню, так как они отказывались платить деньги за свою безопасность. Получив информацию о местонахождении этой деревушки, команда 7 выдвинулась. Придя к месту выполнения задания, Учиха решил, что для начала им нужно попробовать здешнюю еду, чтобы потом было за что набить управляющему рестораном лицо. Зайдя в тот самый ресторанчик, Саски сразу же стал требовать, чтобы их немедленно обслужили. А иначе он сожжет тут все к чертям. Из-за сильного шума его никто не услышал. Учихе это не понравилось и он начал опрокидывать все столы с едой. Однако, подойдя к очередному столу, за которым сидели 5 человек, он хотел опрокинуть его, но кто-то очень сильно схватил его за руку и швырнул с такой силой, что Учиха пробил с собой стену и влетел в соседний дом. Этим человеком был Наруто. Похоже, наше задание начнется раньше, чем я думал. Какого хрена ты творишь, Наруто? Я чуть штаны не наложил. Как я погляжу, ты все еще ведешь себя как псина, которую заперли в клетке. Саски. Ну, вот и конец второй части. Если она вам понравилась, то пишите об этом в комментариях и не забывайте ставить лайки. Ну и свои предположения насчет дальнейшей истории данного сюжета также пишите. Ну и всем пока.